Книга «Открытым оком», вопрос 196-й, том 1-й, тема смерти. «Скажите о бальзамировании. Имеет ли мавзолей право на существование?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Бальзамированием занимались египтяне, а иудеи перенесли это в Палестину. Бытие 52.3 Повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему сорок дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование. И оплакивали его египтяне семьдесят дней. Бальзамирование есть прямой протест и противление Божьему установлению. Бытие 3.19 «В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Экклесиас 3.20 «Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах». Экклесиас 12.7 «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Цель бальзамирования не только сохранить тело, но и помочь отошедшему из жизни сей в загробной жизни. Дьявол легко воспользовался этим, и почитаемых умерших стали боготворить. Примудрость Соломона 14.15 «Отец, терзающийся горькую скорбью о рано умершем сыне, сделав изображение его как уже мертвого человека, затем стал почитать его как Бога и передал подвластным тайны и жертвоприношения. Потом, утвердившийся временем, этот нечестивый обычай соблюдаем был как закон, и по повелениям властителей извояние почитаемо было как божество. Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того отдаленное лицо они изображали. Делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему. К усилению же почитания и от незнающих поощрял отчаяние художника, ибо он, желая, может быть, угодить властителю, постарался искусством сделать подобие покрасивее, а народ, увлеченный красотой отделки, незадолго пред тем почитаемого, как человека, признал теперь божество. И это было соблазном для людей, потому что они, покоряясь или несчастью, или тиранству, несообщимое имя прилагали к камням и деревам. На юге стали признавать за святость полное истление плоти, а если тело не подвержено гниению после троекратного извлечения, значит он великий грешник. Библия на эту тему молчит, остается признать, что это вымыслы человеческие, и они достойны ненависти. Псалом 118, 113 «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». 1 Коринфянам 4, 5 «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». В Россию пришло иное лжеучение, что если тело после смерти предано малому тлению, или совсем не тленно, значит этот человек угодил Богу. Его нужно срочно канонизировать. Страшно подумать, какие силы и средства брошены на это абсолютно антиевангельское занятие. Подробности смотри в нашей книге «К истинному православию» в главе «Итак бодрствуйте». Начинается освидетельствование мощей, переодевания, строят раки, шатры, перенесения, неоднократное обретение, дробление, расчленение для антиминцев, крестов и других, в кавычках, надобностей. Все это есть страшная дань бездуховности. Цитата «Стоит отвернуть Евангелие, и на месте его будет зияющая рана, которую ничем не прикроешь». Профессор Марцинковский Нетленным в Библии называется Слово Божие, Святая Библия, Царство Небесное и Бог. 1 Петра 1.4.23 «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». 1 Коринфянам 15.54 «Когда же тленное сие обличется в нетлении, и смертное сие обличется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победою». «Нетление будет обретено только в нетленном царстве нетленного Бога». Все остальное – выдумки от того, кто есть лжец и кому анафема». Иоанна 8.44 Галата 1.8.9 Так и слово «святейший» в Библии встречается только два раза, и относится оно к вере, основанной на Евангелии, и к месту явления Господа. Даже самого себя Бог никогда не называет святейшим. А грешный человек в безмерной гордыне духа лжи нарекает себя «святейшее святейшество» – непогрешимая греховность потючеву. О мавзолее на Красной площади можно сказать – это попытка разбойников провозгласить святым и нетленным своего атамана. Преступника этого и земля не принимает, и тело его бесчисленное число раз вымачивают в различных химических растворах, мучая и после смерти. Какие космические расходы потратили лаборатории на этого пигмея после его смерти? Пророк Исайя 14.7.20 Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские говорят – с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем, пробудил для тебя рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную, сделал пустыню и разрушал города ее? Пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Он должен быть или сожжен, или утоплен в болоте, но не удостаиваться обычного погребения. Четвертое царство, 23, 16. И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвенники, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии, когда Иераваам во время праздника стоял пред жертвенником. Потом, обратившись, увидел могилу человека Божия, предрекшего сии события. 2 Парлипоминон, 34, 5. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим.